Ты экс-барабанщик группы Сансара. Пусть это будут мои тайны. Многие барабанщики будут смотреть интервью со мной и скажут, «Ваща, чувак, что ты? Как ты сюда попал?» Топ-3 барабанщиков, на которых ты равняешься. Я. Я. Еще раз. Эндорсером какой компании ты бы хотел быть? Всех. Привет, это канал Драмерс Плюс. Меня зовут Виталий Бородин. Это передача про барабанщиков. Про настоящих живых людей. Мы начинаем. Этот канал про тех, кто остается за спинами известных фронтменов, но тем не менее несет очень важное в звучании музыки. Будем знакомиться в нашем канале со стилем игры, особенностью звучания и излечения, спецификой восприятия музыки, ну и, конечно же, жизни. Гости нашей импровизированной студии — это барабанщики с разной технической подготовкой, так как нет предела совершенства. И мы это вам докажем. Тут не будет сложно. Конечно, виртуозные игры, зато отрывная и эмоциональная подача, задор, разбор и, конечно же, живой разговор. Это все, что вас ждет на нашем канале. Сегодня мы стартуем наш первый гость — Евгений Деревянных. И сразу же для Евгения мы приготовили тайный квест. Результаты его озвучим только в конце программы. Задача очень простая. Сколько из восьми приготовленных мной слов Евгений назовет в своем разговоре? Палочки, сансара, кофе, сквер, батарея, удар, Виталий и оркестр. Все, начинаем. Наш первый гость — Евгений Деревянных. И сразу же первый вопрос. Мы взяли пять фактов, которые мы смогли найти про тебя в интернете. Ты окончил УРГПУ, факультет географо-биологический. Как ты стал ударником? Расскажи мне просто. Нет, это я параллельно просто учащийся в музыкальном учащем. Учился в пятнадцати. Просто для интервью интересна тема твоей дипломной работы. Я не дошел до дипломной работы. Я не закончил. А, ты не закончил. Следующий факт, который мы нашли про тебя в интернете, ты занимаешься универсальными ключами одного фона. Пусть это будет моя тайна. Я нашел реально, что ты очень сильно любишь супчик. Это правда? Это правда. Это правда. Все, как бы из еды, только супчик. Мне кажется, да. Ты экс-барабанщик группы Сансара. Экс — это как, бывший? Да. Да, вроде и нынеш. Как ты пришел к барабану? Давай прям с этого и начнем. Через музыку, через занятия с педагогом по фортепиано частным образом. Когда мне было 12 лет, а потом я увидел объявление на стене своего дома, на углу. И там набираются дети на эстрадное отделение музыкальной школы. Я пришел, но я думал, что я буду пианистом. А мне, естественно, сказали, у нас очень много пианистов. Будешь барабанщиком. Но я стал расстраиваться. Но после первого урока я перестал расстраиваться. Дальше усердные занятия. Музыкальная школа за спиной, правильно? Музыкальная школа была закончена для того, чтобы поступить в музыкальное училище. Потом музыкальное училище было мной не закончено. Но я учился там до 4-го курса. Справа чекался. Наличие диплома – это важно для тебя или нет? Нет, у меня даже и нет диплома на самом деле. Мне кажется, это как бы ничего бы не поменяло бы в плане, чтобы я там лучше стал бы барабанить. Ну сколько я вот старался тогда, трудился в то время, столько я как бы получил сейчас поженаю. Если я буду дальше заниматься, буду дальше что-то какие-то получать свои, так скажем, дивиденды в плане каких-то музыкальных новшеств или там вообще развития себя в музыке, в творческом плане. Ну смотри, ты как мирская профессия, да? Ты приходишь, устраиваются куда-то менеджера, у тебя спрашивают, какое образование, да? Там запрашивают у тебя какие-то дипломы, что-то еще. Вот ты где-то с этим сталкивался, что у тебя есть диплом, реально что ты настоящий барабанщик, музыкант, что ты вот… Я как-то был у меня, позвали в музыкальную школу преподавать, говорят, вот да, все, нужен барабанщик, но нужны документы образования, я говорю, нету, они говорят, ну извините, мы не можем, я говорю, ну ладно, значит не судьба. Ну аттестат музыкальной школы у тебя есть? Деда, наверное, есть. А, ты даже не знаешь, где он? Ты всегда в жизни был таким спокойным человеком? Да, мне кажется. Ну бывает тебя можно вывести на эмоции, чтобы ты прям закричал прям. Ты хочешь? Нет, я не хочу, мне просто интересно. Но бывают такие эмоциональные какие-то у тебя? Или все твои эмоции уходят все-таки в игру? Как и все люди, ну бываю, наверное, там что-то, могу и покричать, могу и пошуеть. Ну вот и за рулем, ты водишь машину, правильно? Матерюсь за рулем, да. Есть такая, например, какая-то вот установка, что в день тебе, например, надо заниматься там 4 часа? Она есть, но не всегда выполняемая. Ну и 4 часа я себе не ставлю, то есть хотя бы там раз в день сесть и что-нибудь поиграть. И я вообще не считаю там себя таким, ну то есть у меня нет такого, чтобы я прям такой профессиональный барабанщик, этот, ну и как любой профессиональный барабан, тот, который постоянно только музыкой занимается, и это нормально. У меня есть какие-то другие занятости, и не сказать, что это хобби, и не сказать, что это моя постоянная занятость. У меня вот такое между, между как-то всегда, всю жизнь так было. То есть были времена, когда я вообще подумал, как-то вроде музыкой что-то, мне зачем, наверное, заниматься. А потом как-то опять так сложилось, что я там попал в одну группу, в другую, стал играть, стал куда-то ездить. Ты играешь в группах сейчас, на данный момент, в скольки? Сансара? Нирвана и прочее. А ежели поймешь, что Сансара Нирванова, вся куча пройдет. Да нет, я шучу. Сансара, есть еще ребята, с которыми я играю, это большой оркестр Уралбенд, есть еще ребята, они играют серф-музыку, мы недавно записали там одну пластиночку, вышла она даже в Америке, серф-музыка инструментальная. Ну, есть название группы? Girl Over Planet называется, и еще там с ними дочерние группы, полу-кавер-бенды, полу-инструментальные. Кавер-бенды приносят деньги, участие в группах, которые все-таки играют свою музыку, приносят деньги? Приносят деньги. Где больше? Мне кажется, у всех это по-разному история, ну, то есть, у меня тоже нет стабильности, как во всей вселенной. Мы будем обсуждать различные аспекты барабанных лайфхаков от удобства обуви и одежды барабанщиков до организации онлайн-репетиций и особенностей расстановки барабанной установки, музыкальные предпочтения, ну и, конечно же, то, чем живут настоящие барабанщики. Расскажи именно то, что ты используешь как у барабанщика. Вообще не заморачивайся. Мне кажется, вот, то есть, можно же любую там какую-нибудь тарелку повесил, хоть она будет какая-нибудь Амати, но она будет звучать, ну, тебе понравится по звуку как-то, и ты будешь ее использовать. Но я утрирую, конечно, у меня не висит тарелка Амати, но она может достойно звучать. И у меня нету каких-то таких предпочтений, что, наверное, возможно, теоретически, если когда я буду там каким-то эндорсером какой-то компании, я скажу, нет, ребята, или там, да, я буду там только на этом играть, или я на этом не буду играть, мне не нравится там звук, что-то. Но пока на данный момент у меня нету таких предпочтений, чтобы какую-то фирму конкретную выбрать, я не запариваюсь за это. Эндорсером какой компании ты бы хотел быть? Всех. Давай начнем с барабанной установки. Какой-то райдер есть определенный у тебя, когда вот вы едете, например, с Ansara, едете на концерт, какой-то райдер есть? Ну, какой-то есть, прописан технически, я даже сейчас его не вспомню. Ну, какие-то обыкновенные требования, как у всех, наверное, групп. Конкретно под меня ничего такого нет. Ты ездишь, соответственно, со своим же железом? Ну, у меня есть какой-то же комплект железа, да. Малый барабан, иногда беру и все, и там электронный инструмент еще есть. Я вообще, мне кажется, Виталик, не запариваюсь за это, за все, потому что некоторые барабанщики я знаю, они как бы фанатики. То есть, то, что у меня есть, меня устраивает, я этим и... Я его записал на записи, слушаю, вроде ничего, мне никто не говорит, что это какая-то железо, как-то плохо звучит, хотя какая-то тарелка, может быть, не такая дорогая, так скажем. Она, может быть, если повесил подороже, она бы лучше бы зазвучала, я согласен. Но меня этот звук устраивает, слушаю криминала, нет. Ты чувствуешь разницу между дорогим железом, например, и дешевым железом? Ну да, я услышу, я думаю, и ты даже услышал. Твое железо, оно средней ценовой категории? Средней ценовой категории. И фирмы тарелок, они у тебя... Они разные. Они разные, да. Каким-то начинающим барабанщиком, который смотрит, с чего начать. Вот совет от тебя, мне нравится вот это. Мне нравится и тот, и этот, и другой. Все на самом деле зависит от вашего вкуса музыкального и слуха, и от предпочтений. По поводу гастролей. Вот ты назвал там 4 проекта, в которых ты играешь. Как ты это все совмещаешь? Как у тебя хватает времени? Пока все хватает. Но есть иногда, бывает же, какие-то незаменимых людей нет. Ну, в смысле, можно замениться же, да, где-то. Урал Бенд Оркестр, например? Там несколько барабанщиков есть. Там несколько барабанщиков, если у тебя в это время гастроли с Сансарой, то вы меняетесь. Но в Сансаре тебя никто не знает? Пока нет. Я пока не был такого. Ну, это не надо. В приоритете у меня группа, да, Сансара, в которой я уже больше пяти лет играю, и мне нравится. Есть какой-то проект, в котором ты играл, но сейчас этого проекта не существует, за который ты горд, которым ты можешь сказать, что это один из твоих лучших проектов. Который не существует сейчас. Ну, если я назову имена, многие, наверное, уже. Была такая группа «Голый пистолет» здесь у нас, в Боральске. Ну, там она начиналась где-то рядом с Чичериной, с Санасловым Галлюцинацией. Ну, это был год, наверное, двухтысячный, девяносто в девяносто в девяносто в девяносто в девяносто. Ну, даже пораньше, да. В 2000-м мы ездили с группой «Голый пистолет» уже в Москву. И еще был такой проект «Фэшн Бит» с моими друзьями Женями. Женя Устюгов и Женя Машков. Да. Любые коллективы, где я приходил, где бы я играл, всегда человек, вот, какое-то человеческое начало, человеческие отношения, я имею в виду, человеческие, ну, какая-то химия должна между людьми произойти, и тогда они как-то вместе, ну, и как-то им комфортно. У меня всегда так, как это было. То есть, не так, что ты пришел, вот, как кавербенд, наверное, там, пришел в какой-то, я не про свои кавербенды, Хотя у меня тоже такие были, когда ты пришел, и ты понимаешь, что-то, ну, как, что-то не то, ну, какие-то, ну, нет понимания с музыкантами, хотя я очень даже, мне кажется, такой, ну, как ты говоришь, спокойный человек. Спокойный. Можно со мной всегда язык найти, и я могу так, в принципе, общий язык проходить. И это важно, когда в группе есть какой-то свой климат. «Фэшн Бит» Женя Устюгов сейчас в Сочи, Женька Машков сейчас здесь, в Екатеринбурге. Женька Деревяных тоже здесь. Женька Деревяных тоже здесь. Такой вопрос. Если сейчас, ну, вдруг какая-то химия сработает, и вы вдруг на какой-то момент соберетесь, ты бы хотел этого? Ну, возможно, да. Возможно, даже это когда-нибудь случится, но время же идет, как бы все. Если будет что-то новое, какая-то музыка поменяется, то что-то, если сделаем мы как-то совместно или там, ребята, то, может быть, это что-то появится. «Палочки». Какие используешь палочки? Какие-то есть прям любимые, нелюбимые какие-то размеры? Если мы возьмем сумку любого барабанщика с палочками, я так думаю, то мы увидим там разные палочки. Потоньше, потолще, поменьше, длиннее. Ну, я думаю, я так же не отличаюсь. У меня нет какой-то, я не эндорсер никакой фирмы, прошу заметить. Это очень важно, да? Что мне нужно в игре, то я использую. Ну, хотя бы какие-то свои подписные именные палочки, если будешь... Ну, это мне кажется так, чисто для фотографий и маме показать. У меня такая есть. Представь, вот если ты сейчас, ну, ситуация может всяко повернуться, окажешься, например, на самоизоляции на месяц. Вот, честно, чем бы ты занимался? Я бы кайфанул. У меня не получается быть пока... У тебя есть месяц свободного времени? Я буду сидеть дома и заниматься на барабанах. В том числе тоже. В том числе, да. Ну, ты побольше будешь уделять времени. Ну, да. Государство тебе платит, ты просто сидишь и занимаешься. Ты готов к этому? Ну, это не предел мечтаний моих. Ну, и вообще, это не мечтания мои. Но, да, я бы хотел побольше иметь времени, чтобы заниматься этим, чтобы становиться более профессиональным музыкантом. Евгений был одним из участников гру в караоке, которое прошло 14 декабря в городе Екатеринбурге. ПЕСНЯ 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 человеческий фактор смотря в youtube ролики фирменных барабанщиков да они все играют ровно четко все это дело от репетировано все это хорошо или все-таки нужно добавлять какой-то живости каких-то чуть-чуть не попадание в ноты чего-то вот что интереснее тебе как барабанщику смотреть когда ровный барабанщик или все-таки когда живой барам во первых всех барабанщиков которых мы смотрим они в принципе все достаточно ровно играет они что не вылетают и сыграют нормально а если он косякнет где-то ну там промажет в тарелку или что за ну наверное и ладно а может он еще раз сделать этот косяк и еще раз и это уже окажется какой-то фишкой ну не фишка но это часть аранжировки вот его его бита там не знаю его сбивки топ-3 барабанщиков на которых ты ровняешься я я еще три барабанщика которые для тебя немножко примут оставили след в тебе вот ты сказал подписан на него в инстаграме да вообще круто я честно подписывал это просто родители биты особенно мне нравится когда он играет с детьми в школе у него видео я бы хотел я хотела учиться в этой школе в которой играет на барабанщик есть французы джо джо майер все как есть старички какие-то какой-то дэйв фейков на котором я учился ну прям такие старички дошки масса барабанщика все как бы хороши нету такого тупо для меня но то есть я не настолько фанатичен чтобы сидеть и смотреть там выступления каких-то ну оцени парочку коллег за кем ты подсматриваешь что шину за всеми даже за чадом смитом нет вот из ребят на шестого круга общения с кем ты да ну доступно пообщаться ну вот допустим хедлайнеры нашего же фестиваля групп караваки да олег лунгин и гнат кравцов замечательные б-2 барабанщика и возраст у них разный так скажем и школа разная подготовка но оба молодцы почему то есть когда меня позвал миша мне было интересно потому что люди которые все это создали тусовку и те участники они были ну как мне было интересно у нас рубрика которая будет называться оценка барабанщиков по драмер плюс мы придумали тот формат как мы будем оценивать наших барабанщиков виде легкой моторики специальный барабанный аквариум барабанные палочки нашего героя самая главная задача евгений все болты мы высыпаем сейчас в аквариум сколько ты застанешь за минуту свои обладая своей классной легкой моторикой вот такой будет уровень твой на нашем канале ты готов да поехали первые болты и так евгений деревянных за одну минуту два болта и так евгений сегодня пришел к нам Не с пустыми руками, принес палочки Да, барабанные палочки И сейчас будет вопрос от Евгения, который мы разыграем в комментариях Ответы можете писать прямо в комментарии Под этим видео Тот человек, который по времени ответит первым Получит от Евгения и от нашего канала Вот эти прекрасные барабанные палочки И у меня простой вопрос В скольких альбомах группы Сансары я записал Живые барабанные партии Вопрос понятен, вопрос легкий Пишите ваши ответы, ждем Первый правильный ответ получит от нас Барабанные палочки И эти барабанные палочки мы уже в следующей передаче Кому-то отправим У нас для тебя есть подарок Спасибо тебе большое, что ты пришел к нам на интервью Это альбом, вот такой шикарный альбом Который мы выпустили специально В честь того, что произошло 14 декабря 2019 года Фотоальбом классных наших музыкантов Это тебе, держи Спасибо, дорогие Спасибо большое, давай, жмите руку Спасибо за интервью Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому